Дема доклада Ambulo 3 и ES6. По факту вопроса покажу, как мы используем Ambulo в наших проектах в Барисе и ES6. Но если честно сказать, то будет скучно. Так что мы не станем в Барисе. Это было прошлое комплименты, я хотел GES метап, по-моему год назад или что-то такое. Я там тоже рассказывал примерно ту самую тему и я задал вопрос. Точнее не задал вопрос, я просил ребят, которые любят Ambulo, поднять руки. Я хочу сейчас попросить то же самое, я надеюсь количество рук уменьшится. Нет, все равно не думал. А вообще, за что вы любите? За что? Война, слушай. За что? За что? За что? За что? Окей, давайте туда попорядку. Как бы, все остальные вещи, которые, по моему мнению, они супер классно реализованы, с которыми неудобно работать и которые иногда просто раздражают. Первое, это законная сенежачина. Он как бы есть, но он просто обратите к личному мнению. Далее я расскажу, почему это считаю. И в принципе, что касаемо законной сенежачины, из всех примеров, которыми я работал, касаемо и бэканзии, там там самая клевая реализация этого вклада, да, это симпатиклана. Вот, потому что там по-настоящему дополнительную сенежачу антрес, это какая-то штука, который владеет количества лишнего кода, которая мешает продоварить. Часто бывают такие моменты, когда у тебя есть какой-то компонент, в котором топ-код, который нужен для работы, какая-то вольтка, бизнес-логе или что-то такое, там, 10 срочек, а остальных, 20 срочек, это так. Выбывали, у нас это вольтка подключения, описание записанности и все такое. Что-то лишний код, ему не хочется ввести в своем приложении, и мне хочется, чтобы когда ты открываешь это на модуль, в этот компонент, чтобы ты видел только то, что там есть в приложении, а не к его добавлению к френдерам, и что-то такое. И это как раз то, как мы описываем компоненты. Вот эти от массива, где мы описываем, в зависимости от самих компонентов и все такое. То есть на этом платит лишний код, это вот второй код. Третий код – это то, что из коробки нет никакого компонента, который позволяет работать себе в R3. То есть роутинг есть, роутбаланс есть, а когда какие-то редиректные между контроллерами – нет. То есть приходится как-то придумать и будущих курсов это реализовать, что тоже не очень удобно. Ну, конечно, есть какие-то внешние зависимости, которые можно подключить и которые позволяют выбирать. Но хотелось бы некоторые вещи полезные, еще будет из коробки. И не нужно было ничего в ритмах. Во-вторых, далее мне не нравится, как работает Darius и промайсеры. Точнее, не Darius, а как работает Darius в паре с промайсами и англотцами. То есть те ребята, которые работают с англорами, потому что мы понимаем, что если вы с контроллами в обычном тайм-аунте, и сделать эти изменения в скопе, то эти изменения в скоп не попадут до тех пор, пока не выполнится дальше. Соответственно, если у тебя появляется какая-то цепочка промайсов, ты на самом деле не можешь быть уверен, когда будут выполнены дальше, если когда изменения попадут в льву. Это дальше по-подробному. И в принципе не нравится сам скоп, в том плане, что у него есть лучший отличный джигусик, и за который иногда в проекте может оказаться полная каша. Это да, я тоже по-подробному расскажу. То есть, на самом деле, он классный фреймёр, он делает, точнее, он делает такой волк, для тех ребят, которые говорят, стягивали в это сэмбокс или подвулить на битхар, на какие-то, кто это смотрит, блин, так лёв, поменял значение, а на самом деле, поменялся, супер-класс, супер-да-да. А когда ты начинаешь работать, точнее, когда этот фреймёр в приложении вырастает большое, это приложение, то там начинается, блин, да, как мы вообще этот фреймёр смотрим. Это так давно и есть. Вот спор или не спор. Вот реально, те, кто работает с фреймёром, увереннее быть, что вы на 100% понимаете разница между фреймёром и провайдом. За того вопроса, зачем это? За другой вопрос. Я не понимаю. Я знаю разницу. То есть провайдер такой вот, что его можно сконфигурировать в базе конфига, что он потом, как инжайшн, компонент какой-то фреймёр расконфигурируемый. Но чтобы это сделать, насколько личного дерьма, так и за что и не хочется просто это делать. Один где-то по-разному. Ну и всё. И как бы сам то, как оформляют, то, как в принципе идёт оформление зависимости в англоре. То есть для того, чтобы смотришь и минифицировать код, мы должны перед самой функцией описать их зависимости как строки. Есть суча компонентов, которые это позволяют, точнее они автоматически добавляют перед минификацией эти массивы, но там тоже как-то, ну не хочется об этом думать, не хочется об этом паре, я хочу, чтобы как-то было всё равно много проще. Это слишком у неё приходит воздействие. Вот. Иногда можно назвать такое, это с реального проекта просто. Количество зависимости в контролере. И тут как ни группе, а все-таки не сбариваются, они по-разному нужны. И, ну, когда ты открываешь этот модуль с какими-то, ты смотришь, что, блин, лучше уволиться, чтобы с этим уволить. Какая строка на контролере? А? Какая строка на контролере? Ну, не спрашивай. Да, кстати, есть ребята, которые отравили, которые с этим не работали. Я не буду планировать. С одной стороны, всё понятно, но слишком много. Здорово вам, если реально нужно столько зависимости какой-то компонент, то, как я не знаю, как решение этой проблемы, можно зайти просто инжайктор и с него уже брать те компоненты, которые нужны, и, грубо говоря, в том месте, где они будут использоваться, они только в доголовке, грубо говоря, компонента. Ну, это тоже как-то, ну, мне не нравится. То, что я говорю про кучу лишнего кода. Вот чтобы просто добавить кодис, нам нужно сделать конфиг для модуля, взять декоративную провайдер, кучу методов, чтобы вызывать. И смотреть, блин, ну, если честно, когда я сниму этот код, мне кажется, что как-то очень много всего лишнего. И я сразу, главное, не ловлю кодискорта, который базовый, который я хочу. Там, наверное, Resolve, или URL, или какой-то контроль, или и template. То есть просто включат какие-то куклы. Нужный код, и сразу, я не понимаю, где он находится. Это, на самом деле, очень сложно, и мне лично не нравится. Это, еще раз, лично мое мнение. Если кто-то читает по-другому, окей. То же самое, что ты украл и URL. Если у нас есть у вас провайдер, на который можно осадить какие-нибудь параметры, там, role, который побудет, role for runs, например, и дичь, то из коробки реально нету компонента, с которым я могу сделать предрекцию одного компонента, но в другой, имея лишь просто параметры. Вот как, например, в примере справа, после определенно-зеленого квадрата, когда можно просто взять, например, URL для for runs, контроллер, и сделать им какой-нибудь там метод go, в котором мы создадим параметры group 1 и IT2, и, ну, то есть, коробки такого нету. То есть, я уверен, что большинство встречали какого-то дерьмо украйба, просто как тот, который, в итоге поддерживая, становится просто невозможным. О, это то, что говорил про дайверс, вместе с промайсом. Вот, если посмотреть на левый ход, сколько раз дайверс выполнится? Нет, на самом деле, это один раз. Жесть. Нет, на самом деле, он выполнится один раз. Но это учитывая, это только в том случае, если в деле редакторных функций нет никаких задержанных, нет никаких тайм-аутов, нет никаких промайсов. Если просто возвращение каких-то примитивов, как на функции, то промайс выполнится в конце. Ой, не промайс, а дальше, в конце, и как бы это нормально, это же ожидаем. Но, это самый элементарный пример, который, когда ты в сэндоксе копаешься, можно реализовать. Но, по факту, бывают такие вопросы, которые требуют больше логики, когда ты результат одного просто передаешь другую функцию и так далее, и так далее, и так далее. Получается какая-то длинная цепочка. И здесь уже очень сложно контролировать, сколько раз будешь выполнить дайверс. Соответственно, если ты когда-то выполняешься дайверс, все грубо говоря обновлены, точнее, вверх обновляешься. И здесь бывают такие проблемы, что, к примеру, если у нас есть на скрине гриль и график, таблица и график, и, например, в одной функции в зене мы обновляем график, в другой функции мы обновляем в зене в цепочке z. И может быть такая ситуация, что визуально у тебя вначале обновляется график, а потом таблица. Хотя, потому что задачи выполняются несколько раз. А изменения в стоп вначале в первой функции попали, изменения в стоп попали в первой функции, потом в второй. И поэтому нету как бы единства обновления в дюйти, то есть надо там, что это выключился, придумать какие-то другие подходы, то есть в первой функции то есть в первой функции нужно вначале обновлять все данные, а в другую функцию в финале в промо заделать раунд, то есть уже в другую функцию состояние, всяким понятным столб, что тоже не очень хочется делать, потому что не хочется что-то работало как нужно и все. Вот, то, что говорил и предпочтали простого. То есть как бы, что ты классная, но не нравится тот момент, что сон попадает в контрольном контрольном на береге вопроса как какой-то объект, с которым ты можешь где угодно добавлять какие-то методы. То есть вначале контроллера мы просто добавили на это потом где-то там еще вводим на это подавление санкции. Потом вообще вот это вообще тичь, когда концерт и столб перейдем в какую-то смысл. И хрен знает, что с ним происходит. И ты вот, ты да, деплажить это можно, а вводить это можно, но так делать крайне не нужно. Я так это решил и это очень сложно потом понять, откуда у тебя в скобе какие-то методы, откуда у тебя сколько-либо переменных ты не ожидаешь, как там кредит, но они там есть. Вот, а когда такую штуку встречаешь, можно плакать. Хоть чтобы он не был в контроле, или когда просто через столб получаем доступ в кратительский скобом. То есть с одной стороны, я даже не знаю, как это команда называется, то ли фичей, то ли неизбежно возможности из-за реализации столб. Но я вижу в этом только ужас и торжество. Вот, и в принципе, что я так хотел бы, ну не то, чтобы поменять, а как я так делал бы, чтобы все было, чтобы работать с трудовольствия, а не то, чтобы психовать и расстапывать кучу того количества хода. Во-первых, я хочу, чтобы все в ход был читаемым, но я думаю, все хотели, чтобы все было все понятно, читали на детали. Я хочу, чтобы это было что-то похоже на ООП, пусть там не полноценный, но ООП. Я хочу, чтобы не было прямого просто подскорок. Я хочу, чтобы было минимальное количество лишнего хода. Я хочу, чтобы была зависимость между модулями, то есть импортной и статы. И я хочу иметь больше контроля на своем приложении. Потому что с, грубо говоря, англоросными автоматическими дачествами контроль ты, грубо говоря, теряешь, потому что ты не всегда на сто процентов. Точнее, ну да, на самом деле не всегда. То есть, чаще всего ты четко понимаешь, когда будет произойти дачество, он происходит ожидание, но часто бывает, что ты не ожидаешь, а он есть. и нужно отталкивать, почему двоему снова сырого и так далее. Вот. То есть, вот слева, как бы пример, грубо говоря, контроллеры, которые я хотел вороток. Да. Кто работал в спичке, срудии, кто вообще духов, когда есть это бейс-контроллер, где мы какие-то базовые штуки делаем, и есть контроллер-сперна, который мы садим под бейс-контроллера, и все. И я хочу, чтобы, например, в данном случае методы API в бейс-контроллере и метод LoneSneedData, они просто были доступны в скоке. То есть, просто, чтобы методы контроллера, методы и атрибуты контроллеров просто, чтобы были доступны в скоке. Но доступа в скоке я не хочу иметь. Мне не нужны доллар-стэрн, доллар-доллар-вотчерс и подобные атрибуты. Я не хочу с ними работать, я хочу их видеть, я хочу, чтобы было так. И, как мне кажется, так намного помнено, намного почитали. Один из самых основных преимуществ, которые я здесь вижу, это то, что это самый дефотный OOP. И то, без фабрик-фабр-протектор-ревордов, без интерфейсов, без каких-то там абстрактных и файнер-классов и так далее. То есть, это просто есть класс, есть эксенс, есть метод. И то, что даже написано, в спецификации S6 этого нет. Это как бы класс робот, если это баба, умеет так компилить, если включить их современный режим. И здесь не поднимется то, что здесь уровень вхождения намного выше, намного нижней, чем как бы в дефолте OOP. То есть, ты просто педалишь класс, эксценишь, что там еще надо, пишешь методы, методы доступны в столбе. И ты не мешаешь друг к слову, ты не сможешь, говоря, насрать, слов чем-то не нужным. И у тебя всегда в столбе только то, что ты там ожидаешь. И это как бы супер классно, как я это вижу. То есть, не такой простой приемлем. И что мы с этим используем сейчас? Что делать именно так, как я тебе сказал? Ну, как бы S6 это само собой. Для как пилинга E6 мы используем бабу. Вначале мы использовали Tracell. Там даже у нас есть несколько смартных лобрых тестов. Можешь с вами репозиторию. Но, как показали тесты, бабу работает намного быстрее. У него есть более, точнее, экспериментальные фичи, которые у него есть. Они работают намного лучше, чем у Tracell. И, в принципе, это тот бабул, читательнее. Если там что-то непонятно в документации, надо посмотреть исходники получше, чем у Tracell. Хотя, я думаю, тут наоборот. У Tracell написано Google. Типа, думаю, она классная. Сейчас, что-то мелоченький бат. Ну, вот. Мы используем далее T-com. Это, кстати, просто про капель T-com. И, как это, там, DDD-модель. Но, очень интересно, что далее чуть-чуть поподробнее расскажу про нее. Вот. Используем Axios. Это, грубо говоря, то же самое, что есть для таких провайдеров в англо, но вне англо. То есть, если мы будем делать запросы с этого, с Axios, то DDD-модель не будет обрабатывать. То есть, в таком DDD-модель ты сам решаешь, как DDD-модель сделать DDD-модель. Вот. И это, если вернуться, что я говорил ранее, это как раз и говорит о том, что мы имеем больше контроль над приложением. Мы делаем DDD-модель только тогда, когда сами посчитаем, что, блин, все. На данные все пришли. На данные все пришли. На данные все есть. Теперь давай покажи это все на блики. Вот. И, как бы, чуть-чуть в ближайшем будущем это все выработается с дефолтным бетчем, который только начинает появляться. Вот. И используем, говоря, еще один такой helper. Это не иногда его назвать. Это не игрок, не гибриотека. Это набор просто утилита, который позволяет создавать контроль и выиграл для англо в более простом, в более простом виде. То. По сути, тиклоны. Это такая штука, что те ребята, которые работали с типизированными языками, с тут-нетом, с их формом, с их плюсом и так далее, понимают, что для каждого и другого перемена можно создавать тип. И для вас какого-то такого нет. Здесь, тиклон как раз это и позволяет сделать. То есть, в факте, мы просто собираем структуру, например, структура person, где мы говорим, что name – это string, все name – это может быть из программы, то есть опциональные программы, и text – это массив строк. Вот. И, то есть, если ты будешь создавать этот объект, в самом, на последней строчке, варперсон является не персон, то, если ты передашь не те, другие типы, то есть name – это будет integration, например, а у тебя будет – это ошибка. И, то есть, мы это используем в таких послушках. Точнее, дальше чуть-чуть расскажу. То есть, на самом деле, это очень удобно. Добавляют реализаторы. Далее расскажу, почему. Плюс, как бы, к этому классу, можно дальше через походить, добывать какие-то методы, которые далее будут поступки. То есть, можно, в полноценных, делать какие-то модели данных, и с типизированными моделями данных. И, так же, instance класса, instance структуру, по сути, он и куда-то дает. То есть, это тоже очень клево для амбора, потому что, если у тебя какая-то коллекция данных, то она у тебя даже не пройдет через ng-le-bit, и, по-моему, ты будешь обязательно покупать рейкбайч, и, по сути, он использует рендер. Вот. То есть, тут много, на самом деле, плюсов в использовании технологов. Вот. И, если я один догоняю, что разработчик ДКО, он изначально математик, который очень сильно парится по поводу сложности алгоритмов и все такое, он консерватор, и от него в нем что-то бросишься. Вот. В кодомиши, мы там молили, он добавил поддержку ЕС-6, чтобы можно было создавать структуру с использованием ЕС-6 кода. То есть, вот, как в прошлом примере, здесь мы через прототип добавляли. Видишь, он прототип ты. Вот. Но, когда у тебя все приложение написано на ЕС-6, то, когда ты встречаешь протота, это просто режет глаза. Как бы, все прекрасно понимают, что глаз и все такое, это просто статистический сахар для прототипа. Но, когда у тебя все просто класс и так далее, у нас прототип, он просто режет глаз и не хочется на него смотреть. Вот. И мы просили его добавить поддержку класса, но он сказал, что это не, ребят, не хочу это делать, или что-то такое. Может, там, если куда больше насрать до тысячи, он может все-таки решиться это сделать. Уиски там, ну, постоять или что-то такое. Пока не удалось. Уже были мысли просто лохнуть и добавить эту поддержку самому. И потом, как будет, будет сделать. Так и точно. Не понятно. Вот. И, в принципе, где мы используем тегон? Один из этих моментов – это апереквайство. То есть, в данном случае, к примеру, у нас есть какой-то API, где-то заброс API-интер и айтишник. Да? И мы опрописываем структуру входящих данных для этого регистрации. В данном случае, импутает эта структура с айтишником, который только нам-то. И, то есть, если выклодить метод API и передать туда в айтишник не нам-то, тоже будет ошибка. То есть, у тебя даже запрос не пошлется. То есть, у тебя будет обрежется выполнение программы до запроса. То есть, на сервере не будет способен лишнего запроса, не вернемся. И все это можно очень клево дебажить. Очень удобно, например, контролировать фото. И точно так же, если мы ожидаем, что этот запрос вернет нам объект, у которого будут валят ID и name, мы точно так же просто это описываем. Он будет как out of time. Если же сервер вернет еще какие-то лишние данные, которые нам не нужны, то мы их даже не получим, потому что при создании структуры, out of time, он просто обрежет те все атрибуты, которые не описаны в этой структуре. Это тоже удобно, когда ты, грубо говоря, описываешь только то, что тебе нужно. Все остальное не надо, мы не используем это приложение, но не надо нам даже его отдавать. Вот. И получается, что следующий момент, где мы используем, это сериалайзер. Так как у нас появляются бигмапы, это тем более очень удобно, когда мы можем создавать, как говорят, таблицы, где ключом является объект, который в итоге удалится, если на него нет, то мы можем добавлять, как говорят, сериалайзеры по типам. По типам, точнее, ну, в данном примере, мы добавляем какой-то сериалайзер, мы добавляем правила для типа listMAM, ну, listMAM, это, по сути, массив, list, это как массив, ну, число, то есть массив, чисел, мы добавляем два правила инкода и декод. Вот. Что у нас, по сути, при инкоде такого типа, у нас все данные по вот такому червячку соединяются, и декодятся, скрытятся. То есть, все очень понятно, и, если вернуться на этот случай, если у нас места ID было, к примеру, listMAM, то, у нас автоматически может данные засерединироваться в тот вид, который нам нужно отсылать на сервер. То есть, при оформлении адрес, при адресанке конфигурировании, мы говоря, адрес, мы не паримся, что нам нужно как-то будет засерединировать, она будет как-то их декодировать. То есть, это все будет делаться автоматически, когда, будет так, все будет делаться автоматически, если добавлены правила, в серверах. Но, по сути, это все равно как-то показывается просто участки какого-то хода, оно будет все чуть-чуть по-другому, но это, как бы, очень удобно, тем более, как бы, этих правил можно добавлять структуру, то есть, если есть какой-то объект юзер, мы можем для него описать структуру и для него описать правила цивилизации и действия если мы создаем объект юзера, по описанной структуре если мы передам не валидные данные он даже не создатся и скажут, что данные не верные, типы архивутов неправильные. И если мы будем просто оправляем объект объект юзер посылаем вот, грубо говоря, на север, то в сериалайзере мы можем описать правду, что мы, наверное, срокно отправляемся только идти где-то там в ходе мы не паримся, что мы просто выберем юзер и выбираем только идти, а идтичник описан правильно при конфигуре взял серия лазер летов поступившим домом вот ютуба какая-то штука и за которой жизнь для меня стала прочей при использовании англоразовских контроллеров и реки и всего что такое плюс с ее релменеджером есть и так далее то есть вот то есть, по сути, вот то, что я как бы и говорил ранее, что контроллер это просто класс атрибуты и методы которого добавлены сразу автоматически добавляют в сколп вот в шаблоне они доступны как раз через ключевое слово контроллер он когда-нибудь спеет по сути его тоже можно менять на любом контроллере и так далее и вот и то, что самый верхний плод это то, как мы, грубо говоря добавляем контроллер в блюд англор имя контроллера класс контроллера и небольшой конфликт там где можно указать темплей темплей url и все подобное и плюс сюда же добавили что можно здесь указать ровку то есть, по сути, чтобы создать контроллер ранее нужно было добавить контроллер в англор потом модуль взять ровку пробайдер добавить url и атаку контроллеру то есть, по сути, очень много точнее, не очень много но достаточно много личных кодов получается в данном примере кода минимальна и это на самом деле намного облегчило облегчило жизнь намного с того не очень года намного кто-то стал читать и то же самое с url то есть есть поддержка работы с url то есть в данном примере оформление оформление точнее, конфигурирование контроллера потом конфигурирование контроллера мы добавляем структуру для url и добавляем эти типы то что говорили ранее соответственно далее есть методы которые и после этого аэтичный атрибут и далее как бы логично ну все понятно это объяснение и ты можешь между контролем не только в техническом контроле делать а делать грубо говоря связывать между всеми остальными контроллерами которые есть в приложении и это очень удобно и то же самое очень удобно что если ты готовишь место айтичник или айтичник вообще не передаешь то он свалится с ошибкой что они у тебя недостаточный набор данных и это тоже удобно больше контроля и проблема раздолгоров по 0 то есть из коробки у него нет глобальных точнее глобальных резоллер если мы например у нас есть визор который залогинен и мы хотим при каждом изменении робота мы находим проверять залогинен визор или нет из коробки нельзя добавить резоллер для абсолютно всех роботов которые есть в приложении роботов варианты критеричных роботов сделать декоратор для роботов роботов вариантов много но и строк и тоже проблема в том что все декорки которые добавили картизер схема они будут параллельно то есть в втором случае если люди не заводим упадет и первый и второе и второе это нужно писать правильно чтобы не было дублирования выполняемого слова и это не очень удобно и для решения у нас есть глобальные резоллеры вверху мы добавляем глобальные разовы которые будут добавлены для всех которые есть приложение и здесь это есть после того как видно это чудо диаграмме вот и если схема то самое мелочь на примере но встречались такие проекты когда было 15 штук и на каждый запрос были свои ошибки которые постоянно выполнялись сообщения с ошибками не очень труда то же самое что касаемо директив то же самое что контроль вспомнил как там было тот же самый класс подобное описание только там добавляются некоторые дополнительные параметры директивы которые здесь я их не описывал чтобы не засорять типа ну точнее атрибуты которые директивы принимают из внешнего скопа и так далее то есть намного как бы считабельные и прочее и уровень хождения будет намного ниже вот далее здесь есть есть достаточно много названий чтобы об этом рассказать точнее о фичерах которые есть в директивах вот я наверное вам расскажу вот потому что времени осталось мало а остальные если будет интересно в любом моменте мы будем общаться где там есть цены то есть свечка в том что есть такой момент как интерфейс для директивы по сути просто при основании прикатрибурированные директивы вот это у нас есть директива чар которая рисует грань есть тоже по количеству работала вы наверно с разными мы видели есть такая директива high charts именно директива которая у которого есть параметр конфлик который принимает high charts конфлик и который рисует но иногда этого недостаточно иногда я хочу из контролера скрипно точнее да из контролера управлять директивы то есть я хочу сказать что либо подсветить какую-то серию или спрячь какую-то гитаданную или покажи или еще что-то сделать и то есть это как бы можно реализовать если поделить еще 150 тысяч разных параметров или параметр конфлик в котором будет 150 тысяч атрибутов для их нужд для скрытия для скрытия показывать для наслечивания и соответственно директива понимала слушалась меня директивы создаваться в очередь это крайне неудобно поэтому мы описываем интерфейс интерфейс который должен реализовать не реализовать правое слово а должен быть instance of chartinstance соответственно когда мы на директиву вставляем шаблон из контроля мы передаем chartinstance если мы его не передаем это будет xx если мы передаем chartinstance а он не является инстансом объявленного класса это тоже будет ошибка то есть директивы ты будешь на сто процентов умеем что у тебя будет правильный набор групповой методов и глимсов будет нужно вот ну здесь как я говорил ранее достаточно сложно объяснить это словам даже слайдам это нужно как бы рисовать и примеры фича очень удобно как показала практика очень удобно ей пользоваться так и так ну это пропустим по сути то же самое только они отличаются чуть-чуть минимум по сути те же самые интерфейсы но только если ты его не передал из контроля выше он создастся автоматически и то есть ход в директиве не будет помог то есть в первом случае мы передаем во втором нет а в директиве все равно мы узываем какие-то методы то есть в первом случае мы передаемся из контролера и мы будем иметь контроль над директивой над директивой но во втором случае просто директивы это просто в том случае если у контролера не нужно иметь контроль над директивой ну использовать эти методы это очень удобно если директивы мы можем в таком случае из контролера из контролера точнее из того контролера который мы вставляем директиву мы можем контролировать открытое то есть то же самое еще больше контролера получается и в итоге умение может использоваться во всех директивах по сути то что я еще рассказывал для него должна быть документация но ее нет здесь как бы просто я не люблю и нету совершенно времени если есть желание поговоряться со всем этим то жуйтесь на критер шанс или сделайте плюс один просто комментарий чтобы было очень интересно кому не интересно если будет интересно потому что это не будет интересно то я не буду ее писать потому что нет особо таких тренинг и не очень получается после этого все спасибо спасибо очень интересно и узнал все же вопрос не такой проблема от стопа проблема прямого доступа от стоп и так далее есть одно штатное средство по это контроллер вот расскажите пожалуйста используется ли анну то есть явно я не увидел его там используется ли в ваших решениях оно и где оно там а можно вам сказать какое решение которое вот когда ты пишешь вот я говорю а ну это же так так по моему я кстати с меня выкладываюсь ну я знаю что это да по моему в одном случае доскопа имеется доскопа ну да имеется просто то есть есть ли оно у вас то есть когда вы их компоновали нет нет ага то есть оно находится под капотом для тех которые не используют да 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 то есть шурупы без на и к , как никаких проблем не возникает количество за у Продолжение следует...